Послание к Римлянам, 10 глава. Я ее называю «смертный приговор монашеского». Если бы эту главу считали монахи, они в этот же день все бы вышли в мир, стараясь собственной правильностью поставить на правильности Божией своими подвигами, попыткой поставить какие-то рекорды в пощении, в удалении от людей, в холоде, и этим добиться святости и особой близости к Богу. Апостол Павел обращается к Римлянам. А в Римской церкви были евреи. Братья, желание моего сердца и молитва к Богу об Израиле во спасение. И выводит. Израиль желает спасения, и оно во Христе. Оставляем три слова. Израиль – спасение Христос. На место Израиля мы смело ставим слово Россию. Россия – спасение Христос. Другого нет. Поэтому те, кто называют себя сегодня патриотами, даже искренне в это верят, а они не являются таковыми. Слово «патриотизм» происходит от слова «патр» – «отец». От слова «отец» – «отечество». Павел говорит – «отечество наше на небесах». Откуда и ожидаем пришествия Господа нашего Иисуса Христа? Истинные патриоты, истинные интеллигенты – только те, которые знают путь. Слово «интеллигент» от слова «знания». А истинный путь – это Христос. Но какой бы ни был умный и вождь, он нигде не говорил «я весь путь». А Христос сказал в Ангеле Диана 14.6. «Я этим путь и истина, и жизнь». Почему Павел здесь касается этого вопроса? Потому что евреи его считали врагом своей нации. У евреев очень компактное было проживание. Вот они расселись по всему миру. У них очень точная цель – завоевание мира. Чтобы весь мир положить под свои ноги. Чтобы все служили им. Чтобы они были во главе, а не в хвосте. Тем более эти слова все встречаются с законом Иисеевым. Мысль-то у них правильная, взятая из священноописания, но перевернутая. Они все устремили свои помыслы о земном. А не мысля о земном. И апостол Павел доказывает римлянам и иудеям, находящимся в римской церкви, что «я патриот настоящий, я люблю Израиль, и я желаю ему блага, но благого спасения». И далее доказывает – это благо во Христе. Чтобы получить спасение, мы должны знать, где оно. И он говорит – кто зайдет на небо и даст нам? Никого мы не пошлем. Кого позвать к нижним, к преисподним? И оттуда никто не возвращался. А он говорит – оно близко к тебе. Рукою твою можешь достать. Положить руку на уста, не говорить. Или говорить. Убрать руку и уста твои будут шевелиться. Голубы будут произносить слова. Или руку положить на сердце и сказать – я верую. И спасение с тобой. Ибо сердце верует в праведности. А устами исповедуется спасением. Близко к тебе спасение твое. Разве это не знали монахи, пришедшие с епископом Михаилом, при князем Владимире, что спасение не в киевских пещерах, не на Афоне, который называют уделом Божией Матери, а с тобой рядом. Воззови ко мне, и я услышу тебя. Приходящего ко мне не изгою вон. И апостол Павел доказывает, что из рая пытался собственной праведности спасать на место праведности Божией. Ничего искал, не нашел. Поверьте, братья, моя молитва непрестанно о моей Родине. Израиль это его была обводена. Я говорю, еврея от евреев, по ущению хорисеев. Я люблю свою Родину, но любовь его не сходила с тем, как ее представляли в школах родины. Они старались весь мир покорить под ноги еврея, какой бы он ни был. Апостол Павел приводил людей в подножие креста Христова. Разница торчена. Да, Христос еврей по плоте. Богородица еврейка. Но во Христе Иисусе нет ни иудея, ни елена. Итак, апостол Павел говорит. Близко к тебе спасение твое. Слово веры. Не Христос, а само слово на место Христа ставится, которое проповедует. В России не было ни слова, ни слова, которое проповедуется. И так оно близко, это слово, да? Афиканты поняли? Поняли это. Но толкования истинного нет, истинного священства нет, прошли совершенно в другую сторону. За каждого сектанта православным придется отвечать. Это по нашей небрежности, по лености, что скрылись сокровища толкования Священного Писания, коммуна церковная, а на первое место выделены монашеские жития. Вот путь. Люди стали смотреть и видят, ничего этого нет в Евангелии. Они нам показывают, откуда вы это взяли, что мертвого после смерти, даже неверующего, можно в рай затащить. Молчу и ничего не могу доказать. Ну а почему вы утверждаете, что нужно? Мы не утверждаем. А весь город собирается с покойниками храмов. Как будто бы это отластной мор. Все туда тащат. Кто бы он ни был. Любой сын, главное то, что он был мощен, и батюшка спросит, крещен это или нет. А слова веры было? Не было. Сердца было? Не было. Кустами исповедовал? Не исповедовал. Ничего нет, значит, они сходятся. Поэтому нужны храмы, купола, храмы, купола, священники. А здесь ничего этого не упоминается. Нам их купола не помешает. И храм нужен. Но это все на 105 месте, а не на первом. Итак, желание моего сердца, молитва моя к Богу о России. Вы прямо молитесь о России? Поставьте себя на это место. Мы считаем ими того, чтобы знать Писание, а чтобы применить его в жизни. И что коль, если мы знаем, а со знающего написано больше просится. Вот я конкретно, как только обратился к Богу, 27 сентября 1962 года, я сразу знал молиться, чтобы империю лжи, империю зла, Советский Павел, Бог разрушил за дна. И Бог дал мне счастье это видеть. Но я просил, чтобы Бог русского человека привел к покаянию. Чтобы русским людям открылся Христос по Евангелию. Чтобы Библия стала авторитетом для русского человека. Я об этом молюсь каждый день. Поставьте себя за правило, как вот хлеб наш насущный, дай нам хлеб. Вот так молишься о спасении. Когда ученики пошли достать хлеба, а в это время пришла Самарянка, Христос с ней говорил, что они не слышали. Пришли и говорят, ешь роверь. Он говорит, пища моя, спасение людей. Вот как хлеб наш насущный просим, так пищей должно быть в нас. Желание, жажда спасения русского народа. Я стал смотреть слово Родина. Это библейское слово. И его не означает то место, где ты родился. А означает ту землю, которую дал тебе Бог. Сегодня говорят, малая Родина. Большая, вроде, вся страна, а малая там, где ты родился. Бытие 24.4 говорится о том, как Авраам, желая сыну достать хорошую невесту, жену, посылает слугу и говорит, пойди к землю мою, на Родину мою, к племени моему. Вот где нужно искать. Если желаете правильно выдать дочь замуж, ищите жениха, молитесь о том, чтобы на Родине он был найден. А Родина наша христианство, Христос, церковь Христова. Если сыну ищешь невесту, ищи ее, как Авраам и Саапу, на Родине, из племени, из тех, кто знает Писание, кто имеет страх Божий. А иначе ты будешь сладить безбожников для ада. Можешь и пасну под котелку. В Бытие 31.3 говорится, и сказал Господь Иакову, Возврати землю твою на Родину твою, и я буду с тобою и сохраню тебя. На Родину. Бог посылает, чтобы мы закрепили за собой эту землю, а не так, плохо здесь живут, я поеду за границу. Мне эта мысль совершенно чужда и непонятна. Я, например, как политически репрессированный, мог в Америке остаться. Я был, говорит, свободно могу. Для меня особый статус. Я в ужас пришел. Я лучше еще срок отсижу, но только отсюда не уеду. Здесь меня все знают. Знают мои недостатки. Они претерпелись ко мне. Я знаю обычный народ моего. Я знаю, с какой стороны подойти, как сказать ему о Христе в какой момент. Чего же я пойду к тому народу, куда меня Бог не посылал? За сладкой жизнью. Ибо Дие 31.13 говорится тоже о том, что Бог посылает возвратиться в землю, на Родину твою. Для язычников их Родина там, где они родились. И там они должны благовествовать, если обрадят. Царую 2.11. Ты оставила свою Родину, говорит ей, еврей, которому она преклонила голову. И если ты оставила Родину ради того, что нашла высшее благо тебе. Если ты пришел в Церкви Христовой, потому что осознал, что там неправда, благо тебе. Сегодня ставят фильмы на государственном уровне. Многосерие. Простите, но я просто назову, хочу сказать, как штрафбат, там сармат разные. И везде все склоняется к Богу. Неправильно, извращенно, но папа с оружием в руках показывает и читает Евангелие. Человек запутавшийся в убийство. Игрушка в руках КГБ. И вот, смотришь, перекрестился. Раньше это не мыслимое было ведь. Все понимают, там Родина. Показывает, как один оскорбляет еврея, поможет жить, жить. И, наконец, смертельное ранение. Прости меня. Я прощаю, ты меня прости. Как будто два христианина встретились. Что это означает? Родина подала голос свой небесным. Пророк из Икиниев 16.3 напоминает и нам, что Родина наша хана... ... ... Shoreю Decir. Маскородия. Вы понимаете, моиyyyички... Пророк Иезеки Дели 16,3 напоминает и нам, что Родина наша Ханаам, где мы родились, от кого мы происходили? Земля и пепел. Откуда мы вышли? С какой тьмы? И мы должны помнить, Родина наша Ханаам, язычество. Мы не знали Бога. Мы всегда должны помнить, от какого степени мы родились? От степени Слова Божия. Кто наш Отец? Отец Небесный. Да, земные отцы у нас есть. Но все, это временно и уходят. И мы величаемся именем Господнем, христиане. Евангелие от Матфея 16,26. Христос говорит слова, которые можно поставить и пидорхом ко всем нашим деяниям с утра до вечера. Какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а души своей повредит? Молитва моя о русском народе не о том, чтобы они жили в доставке, чтобы были богатыми. Что пользы, если мы такими будем? Как сейчас пророчат, что через 30 лет Китай будет первой державой в мире. Ее демографический вопрос не интересует переполненность народом. Русский народ, исчезающий народ. Восток пустеет, жить некому. Богатством в руках удержать не можем. Я только что прослушал передачу из Москвы, радио Россия. Мы удержать не можем. Мы должны разрешить китайцам приезжать, потому что необработанная земля, необработанные недра. Но кто приедет, не оттянувая эту землю на себя? Писание говорит, что забота наша должна быть только об одном. Спасена душа или нет. А если новые скорби кичали, благословляю руку Господню. А если снова начнутся гонения, благословляю. Лишь бы через это осознали свое положение и спросили у Господа прощения. Евангелие от Луки 6.9 говорится о том, как Господь злым людям однажды задал вопрос. Тогда и я прошу вас, что должно делать в субботу? Спасти душу или погубить? Поэтому события, какие совершаются вокруг нас и что мы делаем, для спасения души или нет? Только один вопрос тоже ставить. Приехал ты жить по деревку, для спасения души или для хорошей жизни? Подсвершается ли то твое намерение? Ты все, что делаешь для спасения души? Мы сегодня много будем говорить об этом. Потому что хождение в храм ничего не даст, если в конце не будет спасения души. А это будет еще в обречении. Ты приходил, не просто приходил, слушал пение, люди старались. Они читали слово спасения. Слово спасения переполняет Священное Писание. Молитва моя во спасении мира. Ежедневно спаси и сохрани, обрати. Я должен каждый день молиться за президента. Его имя поминать необходимо. Кого знаете в правительстве, председатель Совета Министров, кого знаете сам Михаил? Молитесь. Глава администрации района Тельского Совета написано, молитесь за начальствующих. А о чем? Чтобы их на второй срок перезбрали? На третий? Воспасение. А уж как Бог повернет, с этим надо согласиться. А то так, мой сын наркоман пьяница, но я молюсь только о Богом, чтобы он не болел из-за здравия, подает, да ему здравия-то не нужно. Ему оно, про него покажено здоровье. Ему нужно обратиться к Богу. И все время добавлять, да будет воля Твоя, Господи, как Тебе угодно. Бог России не мог привести в конгломерате разных 15 республик. Он отсек их, эта рука Божья отсекла. И не надо стремиться к прежним размерам Советского Союза. Россия великая страна, но кто сказал, что она должна спасаться с Чечнёй? Сегодня продают книгу, официально, ФСБ против России, что все теракты в Москве, всюду это всё спровоцировано, все это сотрудники КГБ делали. За моментально, с именами, совсем официально. Мы не знаем, подтверждать этого не будем. Но скажем, если Бог запустил, для спасения. В моей географии нет ни одного дня несчастного, что Бог запустил, и было бы оно во вред мне. Это я говорю просто с верой, ни грамма не лукавая. Ну, самое лучшее время, какое было его? Время твернее на операционном столе. Лучшие моменты моей жизни. Грех был от священ, скатающий в поиске перестает грешить. Не открывайся передо мной, что я видел, мне больно говорить. И именно в момент, когда я находился в самом затруднительном положении. Итак, о спасении. Молитва моя о спасении. Кажется, слово-то понятное. А о каком спасении надо разъяснить. Мы в храме должны заниматься исследованием Священного Писания. Когда собирались люди, то написано, жители веры были благомысленниками салоникийских, которые ответили слова Павла, и ежедневно разбирали, так ли это. Это ежедневное разбирание было по домам, храмам не было. Это то самое место собраний, как мы находимся здесь. Мы благомысленные услышим, что такое спасение. Я скажу даже статистические данные, которых ни один из вас этого не знает. И он вам не запомнил, хотя бы просто поделитесь, как Бог нас любит. Вот слово спасение, оно переполняет в Библию. 721 раз в Библии Бог говорит о спасении. Под разными видами. Мы считаем Псалтирию. В Псалтирии Господь о спасении через уста Давида 60 раз говорит. Только в одной Псалтирии. И каждый раз это слово спасение упирается на Слово Божие. Что это монахи не видели? Бились за спасение, отвергали Слово Божие. Так они его не утверждали, намертво отвергли. Они пытались собственную праведность поставить от праведности Божией. Они не верили, что спасение дается даром. Ты поверил? Принял? Ты сразу спасен. Мы теперь за вами подтверждаем. Ревнуй, беди, чтобы получить обещанное. Господь крепость моя и слава моя. Он был мне спасением. Исход 15.2. Моисей нашел. Без Бога нет ничего. Бог спас меня в люфе. Бог спас меня в доме Параона. Он спас меня в пустыне. Моисей говорит, стойте и увидите спасение Господним. Только не поворачивайте назад. Даже что-то не ладится. Успокойтесь. Даляйте к Богу. И вы увидите спасение Божией даром и моим. И здесь, где вы находитесь. В Новом Завете слово спасение встречается 50 раз. А о спасении Хостина говорится 168 раз. Я как почитал Новый Завет. Спрашивай про эти места. Ну ты встречал, какое написано? Нет. Ну 168 раз. Это же много. Премудрый Соломон. Премудрости 2.1 говорит так. Многие на суде Божьем удивятся спасению того, кого они презирали. Многие воскликнут. Неужели он причинен спасенным? Потому что мы додумаем, что мы правильно делаем. Но мысль для многих и даже для православных и расходники, и ретики, и самочинцы. По всем признакам. Даже за то, что поискитесь. Поисков не спасешься. Даже то, что у нас по-русски считается в Соле, уже нет спасения. Люди вообще ничего не знают. Мы не должны смотреть на мнение людей, что они о нас говорят. При мудрости Соломона 6.26 считаем. Множество мудрых спасения миру. Простая фраза. Значит, мы должны во всем поступать мудро. И в каждой молитве просить Господа, и дай мне мудрости Твоей на спасение. В глазах мира мы будем безумные, но в глазах Божьих мудрых. Чтобы поступать так, чтобы не стыдно было облинуться и сказать, во имя Твое, во славу Твою. Сераф 13.18 говорит так. Во всю жизнь люби Господа, и взывайте к Нему о спасении Твоем. Как будто сегодня сказано. Во всю жизнь люби и взывай о спасении. Все остальное позади. Если не спасешься, какая это тобой в пользу? Приучите детей к понятию о спасении. Дайте им страх Божий. Не на ваших глазах. Они пойдут в школу, кто-то будет учиться в институте, пойдут в армию. Смест с вами будет разорвано. Но если страха Божия нет, у зданий, заложенных в них устах, ничего не будет. Сегодня я скажу, что положение требует исправления. Даже вот маленько что-то с детьми позанимался, с деревенскими, скажу. Обратите пристальное внимание особое. Дайте детям страх Божий. Они его не имеют. Полинного страха ни в одном ребенке не увидел. Серахов 46.2 говорится, что Иисус, новин, соответственно, своему имени был велик в спасении избранных Божьих. Он, Иисус, означает спаситель. Иисус, как говорит, сам имея имя Иисус, соответственно, имени. Вы знаете перевод своих имен. Что это означает? Как тебя звать? Перевод отнайди по календарю и живи соответственно имени для спасения избранных Божьих. Один стих, и как он открывает? Вся наша деятельность может быть направлена соответственно своему имени. Переведи свое имя. Что оно означает? Что имя Бог положит на сердце? Я свое имя узнал. А оно переводится с греческого неизвестным, с латинского обловленный. Я то и другое в жизни своей старался исполнить. Мы неизвестны должны быть для греха. У нас даже не именовательство должно быть. Мы должны быть, Павел говорит, мы неизвестны, но нас узнают. Она ушелкненная, это серопин. Об этом можно только мечтать. Критча Соломона 2.2. Он сохраняет для справды спасение. Он щит для ходящих по его заповедям. Спасение для ходящих в его заповедях. Значит, апостол Павел молился об Израиле во спасение, о том, чтобы Израиль сосредал заповеди. Мы молимся о России в переводе. А о чем молимся? О том, чтобы народ знал Христа и соблюдал его заповеди. Я ничего не добавляю, только вместо Израиля ставлю слово Россия. Критча Соломона 13.18. Худой посол попадет в беду, а верный посланник спасение. Слово посланник означает апостол. И как проповедовать, если не будешь послан? Пошел проповедовать, еще не знаешь. Худой посланник попадет в беду. Залучит тебя сектанты, зададут тебе вопросы, и ни на что не ответишь. Умейте признавать ошибки. Я никогда перед сектантами не защищал то, что не послово Божие. А как у вас он начинает говорить? Неправильно. В первый раз слышал. А я разговаривал, батюшка говорит, без этого никак нельзя. А вот почему это? Неправильно. Вы здесь правее. Вызовите доверие искренности своей. Во спасение. Никогда не вставайте на защиту свою. Оправдание отбросьте это. Не защищайте детей своих. А спроси, а выход есть? Да, я вам, кто дети были в лагере, я показал вам. Здесь дети поступают не так. Так вот, вы заметили, они стоят спокойно. Как сказал проповедовать, на мертву все падают. Вот просто посмотрите, он спит, он даже не слышит, я вам говорю, он даже не что-то наклонился на брата, спит мертвым сном. Что? Значит, Слово Божие для него чуждо. Растолкование чуждо. Он не слышит его. Ну а может он пробудится. Начинайте дома. Почаще молитесь. Мы с нашими детьми берем малину, на брата сразу осмолились. Из-за облака, за все, за все прославили нашего Спасителя. В ребенке по капельке это набирается. Слава 9, Завис 39, 17 и 69, 5 говорит одни и те же слова. Любящий спасение свое, договорит непрестанно, велик Господь. Заметь, если ты любишь спасение, научитесь приговаривать так. Велик Господь. Что бы ни случилось, повторяю, велик Господь. Это он говорит. Ты много и не знаешь, но слова Давида говорят. Любящий спасение, договорит непрестанно, велик Господь. Заболел, потерял, случилось несчастье, тебя поможет. Велик Господь. Накатило себя на дождь его спарил. Велик Господь, он знает. Да кажется, я потерял сколько дней. Велик Господь непрерывно, непрестанно повторяет эти слова. Дару спасение Иакову, ибо ты тоже, говорит в Салматееве, 40, 35. Когда говорим о спасении, даже помните, что так молились святые, и это положено нам. 118, 41 и 81. Дай мне спасение по Слову Твоему, на Слово Твое уповаю. А Слово это Библия. Дай мне спасение не так, как меня не учат. А только батюшка благословил, батюшка благословит, а по Слову Твоему. А если получил благословение от священника, только по Слову Твоему. Евангелист Бука 1, 60 говорит, что Елисавета знала Бога. Захария знал Бога. И они вопияли к Богу. Ты воздвиг рог спасения Израилю. Не просто родился сын и дочь. Но когда было сказано, он милен будет перед Богом. Что Бог воздвиг рог спасения в потеряемке. Не просто наполняйте, вот у нас много этого шесть, а вот этого семь, а вот этого семь сеновей. Но чтобы это был рог спасения. А что означает рог? Это сила, это мощь, это поражение противникой. Никакой хищник тебя не захватит. Постарайтесь воздвигнуть этот рог спасения. Евангелист Бука 19, 9 говорит о том, как пришло спасение в дом Зоксея. Когда душа его раскрылась, половину имения раздам. Кого обидел четверо раздам. Кто слышал это, а знали, что он кроховор берет лишние проценты, я думаю, не арты раскрыли. Неужто выполнится? Как кино показывали, из-за ножки, из-за ковра вытаскивают деньги, золото начинают сыпать, сам от радости трясется. И Господь говорит, ныне пришло спасение. Так я умолился, ходил, причащался. Далек ты был от спасения. Далеко. Ныне Христос пришел к тебе в дом. Ныне Дух Святой сделал тебя обиталищем своим храмом Духа Святого. Ныне пришло спасение. И пытайте это у радости. Диагер апостолу 4, глава 11, 12 стих говорит так. Спаситель наш Христос даровал спасение даром. И нет ни в ком иного спасения. Аминь. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...